Здравствуйте! Добрый день! Ну, наконец-то мы встретились, просим прощения за большой перерыв, потому что люди просят иногда, говорят, когда следующая передача. Ну, житейские обстоятельства. Да, да, ну, бывает. Значит, я давно хотел принести извинения за слабую техническую, слабое техническое качество. Не обижайтесь. Не первый канал, вопрос о кернстве. Какую имеем технику, такую снимаем. Нам вот это вот качество, там большие какие-то освещения, ну, оно, ну, вот то, что имеем, вот то, что можем сказать, то и говорим. Так что вот это... Если кто хочет бесплатно предоставить хорошую технику, аппаратуру, аппаратуру, не тех, кто... Ну, мы не обидимся. Да, никаких проблем. Проблем нет в этом, да. Мы ведем вот сейчас эту тему раскола, которые подбирались очень долго, и, наверное, мы от нее долго еще, наверное, не отойдем. Ну, несколько бесед. А мне бы хотелось... Пожалуй, вот знаете, Женя, это у каждого народа в своей истории есть какие-то наиважнейшие, великие события. Вот в истории русского народа это одно из самых важнейших событий. Как только окунулись вот в это вот изучение этих вещей глубоко, я просто поражаюсь, насколько это вот это вот сильное, какое-то по последствиям, по своим эпохальное событие в истории русского народа и Руси, и нашего государства. Поэтому пройти его просто так наскоком, ну, не получится никак, иначе наши беседы вообще смысл потеряются. Ну, и если уж так говорить, ну, не просто же так мы свои свободные беседы... Конечно, конечно, конечно. Мы их не сильно не распространяем, не рекламируем, но в то же время материал накапливаем. И... ...вашу современность, то они смысла не будут иметь, я так думаю. Конечно, тем более, что у нас именно главная наша задача показать источник, среднее течение и устье, то есть куда оно впадает и какие разливы приводит. Это не просто так вот, чисто историческая информация, а будем говорить, жизненный опыт. Ну, мы не профессионалы историки, но люди интересующиеся. Конечно, конечно. И призываем людей интересующихся, тоже глубоко поинтересоваться. Здравомыслив. Да, да. И у меня возникла такая тема, которую я бы сейчас хотел чуть-чуть вставить, и которая несомненно сопряжена вот с нашей темой и вообще со всей темой, которую мы ведем. Конечно, конечно. Это тема, связанная, несомненно, с современностью. Это наш отечественный исторический кинематограф. Вот то, что они сегодня снимают. Меня просто подстегнуло выход недавний на экраны сериала Годунов. Многие, наверное, смотрели. Первую часть мы уже комментировали. Там было так, ну, было что покомментировать, но она не вызвала таких особых отрицательных эмоций. Кроме того, что я напомню, что я сказал. Этот фильм снят для прославления династии Романовых. Потому что это было видно. Потому что Никите, ой, Филарету, Федору Никитичу Романову, из него сделали прямо такого душу. Да, да. Убрали все исторические отрицательные моменты. Сделали из него прямо такого душу и спасители отечества уже там. В первую часть. Это сделано для прославления семейства Романовых, для того, чтобы вообще просто прославлять любую власть. Любую власть. Как и древнюю, так и современную. И еще один момент. Это то, что там как бы некая такая вот в фильме просвечивает неизбежность. Как бы существование некой такой вот божественного промысла, божественной воли, который влечет за собой. И все равно бесполезно что-то там делать. Это глупость, поскольку Бог дает человеку свободу для самоопределения. И вот эти две вещи, вот эта безысходность, это раз. И второе, это любовь к власти, в частности, к семейству Романовых. Это вот две главные задачи этого пропагандистского фильма. И смотрите, какой идет пропагандистский бум по всей стране. Да, рекламный. Сколько идет документальных фильмов, и вот эти снимаются художественные фильмы. Абсолютно верно. Именно прославляющие династию Романовых. Вот посмотрите, это было бы очень удивительно, хотя бы если бы не было непонятно. И вот когда мы разбираемся... Понимаете, Женя, Рюриковичи очень далеко, и их прославлять сложно. А Романовы близко, о них очень много написано, и можно даже по телевизору показать, потому что, например, Рюриковичи попробуй найти, там не всех даже портреты есть. А тут даже записи есть документальных съемок, царя там, прочее. То есть для прославления нынешней власти очень удобно рекламировать династию, которые видны не то, что там где-то какие-то мифы и предания, а вот конкретнее более. Это один момент. А второй момент, то, что сама династия Романовых, династию Рюриковичей так, извините, обгадила. И вот этот бум обгаженный взяла современная идеологическая инфраструктура. То есть посмотрите, как в первой части, опять же, представляют Грозного, его там, Малюту и так далее. Это все идет полностью по... Нужен кто-то назначенный козел на кручение. Козел на кручение в истории. И нужны какие-то светлые образы, которые... Хотя разницы между ними никакой нет. Светлые образы, в виде которых нам представляют вот этих Романовых. Ну, вторая часть меня, конечно, повергла вообще ступо. Потому что так нагло фальсифицировать историю именно в честь своей цели прославления Романовых могут только вот такие заказные идеологи, которым очень хорошо проплачено. Там, видимо, были какие-то исторические консультанты Громановых. Конечно, конечно. Видно, что были исторические консультанты по некоторым сценам, там и так далее. Видимо, для них была составлена определенная лента. Они ее почикали и порезали так, как хотели. Именно в идеологическом цели. Помните, как говорил Владимир Ильич Ленин, важнейшим из искусств для нас является кино. Это использовалось весь 20 век в качестве пропаганды. И сейчас это вовремя вообще такие технические вершины, что можно даже дракона показать, который вам будет рассказывать о величии династии Романовых, взмахивать крыльями и дышать огнем. Конечно, мы не можем много весь фильм рассмотреть, но несколько вещей я просто обращу внимание, потому что просто не могу. Первое, с чего начинается вообще фильм, это с голода, который был при Борисе Годунове. Это 1602 год, 1603. Да, с 601 он начался. Ну, с 601 было не чувствовалось, только началось. Начался. Уже первое не урожае, первое не погоно. Это последствия малого ледникового периода, про который мы уже говорили, который обрушился вообще на всю Европу. Ну, не повезло, к сожалению, Годунову. Это просто страшная атлантилия нашей истории. Но здесь самое это интересное, что Фёдор Никитич Романов представлен и здесь как спаситель. Он своё зерно из своих амбаров раздаёт людям. И все говорят, ой, какой Романов душка. Ребята, это 602 год показывают. Романов сидел... Романов уже сидел, его уже выкинули в какой-то далёкий монастырь вместе с его, со всеми родственниками. Его просто не было. Его арестовали за антигосударственную деятельность, о чём мы уже говорили. Смотрите, наши предприятия. Они плюс 10 лет туда, 10 лет сюда для наших фильмов непомерно. Это первое, что, конечно, вот... Михаил был вообще малюсенький тогда, маленький совсем. Ему было, наверное, года 3-4. А этот уже сидел в Польше в плену. Кто? Будущий патриарх и ларит. Фёдор Романов-то. Нет, это было позже. Ну, это было после смутного времени. Нет, давайте не будем. В этот раз... Нет, так я потом говорю, да он сидел-то в тюрьме у них, заранее сидел в тюрьме. С какого года он сидел? Его семей Боярщина отправила туда. А, с семей Боярщины. Его семей Боярщина туда отправила, арестовала. А, это он был в ссылке, вот, его отправили за ещё... Мы же об этом говорили. При Борисе Годунове. Да, да. В ссылке при Борисе Годунове. Когда всё это семейство... А я перепутал уже его с Польшей. Ну, извините. Мы иногда... Бывает такое количество информации. Тогда, в 600-м году, Годунов арестовал всё семейство Романовых за их антигосударственную деятельность. Вы уже говорили, приезжал великий канцлер Польши Лев Сапега, который с Романовыми договаривался о каких-то тёмных вещах. Какие тёмные вещи, это установка по следующим самозванцам. Они, видимо, представили ему свою кандидатуру. Ну, это да. Это... Об этом сегодня историки много пишут. Не будем об этом. Вот такая вот ситуация. Понимаете? Вот уже сразу фильм открывается вот этим вот... Ну, вот этим фальсификацией. Вот такой вот грубой. Исторической фальсификацией. Да. Далее идёт... Если уж говорить... Ну, вообще фильм, вторая часть, мне понравилась по-другому. Как раз наоборот. Борис Годунов открыл все житницы и казну царскую раздал всё всем голодающим. Да, сколько мог помогать. Всё, да. А ни как ранее, чуть не Фёдор Романов. И заставлял всех, кого только можно... Да, кто придерживал хлеб, были такие, которые... Оказывали... Да, на этом мы решили зарабатывать. Годунов делал всё, что только можно. Надо отдать ему должное историческое. Всё-таки. Значит... И... В чём мне понравился... Тоже пару слов. Помните, я тогда сказал, что Безруков играет на Годунова, молодого... Ну, как-то это самое... А вы знаете, вот... Пожилого Годунова сыграл... Старость ему лучше получилась. Мне понравилась. Это вот действительно... Надо тоже честно сказать, признать, Безруков сыграл старого... Ну, не старого, а пожилого. В общем, получается, что уже у Безрукова юноши играть не получается. А мужиков в возрасте... Он сыграл вот такие вот его духовные вот эти переживания. Ну, просто надо отдать должное. Мне понравилась Марина Мнишек, подобранная актёрка. Великолепно сыграла этот образ. Актёрка. Актёрка, ага. Мне понравился даже этот Лжедимитрий. Тоже хорошо. Пусть сыграл прекрасно. Вот тот образ, который вот задан в истории, расследован историками, он сыграл просто прекрасно. Актёр, который сыграл в своё время Мишку Япончика, бандита, помните, Одесского? Да, да. Сыграл вот этого вот Лжедимитрия, Отрепьева просто на высоте. Все разбойники в чём-то похожи. Просто на высоте. Хоть древние хоть за временем. Хорошо. Ну и такие вот некоторые всё-таки есть у фильма достоинства. Но все недостоинства состоят именно в фальсификации. Так она нужна фальсификация для пропаганды. Если не было бы фальсификации, он бы был не нужен, этот фильм. Чисто историческая действительность. Поэтому людям надо аккуратнее к этим вещам относиться и смотреть. Вы послушайте ещё. Появляется наш знаменитый любимый герой Фёдор Никитич Романов там, где его историки определяют. Он появляется в Ростове, будучи митрополитом. И там показана сцена, о которой немногие историки даже говорят. Поэтому я говорю, что видно, что исторические консультанты там есть. Сцена, когда поляки забирают Филарета из собора ростовского. То есть там собрались люди, последние защитники Ростова, собрались в этом самом соборе. И в это время наш, конечно, герой выходит, защищает своей грудью людей, говорит, не трогайте, забирайте меня. Но его увозят. Про эту сцену немногие историки пишут, но пишут они как раз наоборот. Они говорят, что... Народ его спасал. Не, 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 хуже. Еще хуже. Еще хуже. Помните, у нас в Чечне был такой миротворец Ковалев Сергей... А, да-да-да, вместе с Черномырденом. Да, да. Адам Сергей, Сергей Адамович Ковалев, который 40 наших десантников или 20 десантников пошел к бандитам, типа договорился с ними и сказал, давайте, ребята, сдавайтесь, они вас не тронут. Про меня. Они вышли и им всем отрезали головы. Так вот, историки-то говорят, что Федор Никитич вот такую вот ситуацию создал. Он уговорил людей сдаться, открыть этот саду последних защитников, и их всех перебили. Ну, это пока не проверенная информация, но хотя бы она идет. Я вот думаю, что оно похоже на правду. И потом он с большим пиететом, с большим шумом въехал в Тушинский лагерь и сразу стал там патриархом, понимаете? И сразу стал такой руководящей, притягивающей силой. Ну, вот такая вот личность, она интересная. Здесь же, конечно, в фильме показано, что он там приехал, что он там разруливает какие-то вещи. И вы знаете, что самое смешное в этом фильме? И даже, ну, просто тупо сделано, прямо вот тупо, как топором состряпано, когда они показывают, как кончился Тушинский лагерь. Что вот этот вот патриарх Филарет написал якобы какие-то подметные письма Сигизмунду, что-то ему там набросал какие-то письма, и тот из-за этого вот этот, и Тушинцы испугались, и свой лагерь разогнали. Сигизмунда испугались? Да! И вы знаете, вот ни одного слова в фильме о Михаиле Скопине-Шушке. Ничего нет вообще, ни одного слова. То есть, это не Михаил Скопин-Шуйский разогнал вот эту вот банду? То есть, человек, сыгравший ключевую роль во всей этой истории с Лжедмитрием. Ни слова о нем. Совершенно не упоминается вообще. Ни слова о нем. А его все получается, военные заслуги вообще не упоминаются. Вообще ни слова о нем. А то, что, может быть, какую он политическую деятельность вел, там, и переписку с Сигизмундом, и прочее, это все приписывается Филаретке. Да, да, да. И троица Сергия и Лавру тут спасают, там, благодаря, там, наверное, мудрой деятельности этого Филарета. А не тому, что Скопин-Шуйский подошел, и поляки разбежались оттуда, дропокадали, понимаете? Ну, в общем, понятно. В общем, вы понимаете, какая муть. А это уже религиозная пропаганда. Это религиозная спецификация. Да, нужно из личности будущего патриарха Филарета, который, по сути дела, провокатор и интриган. Да, да. И проходимец, успевший стать патриархом у Лжедмитрия. На втором. Да, то есть, это все равно, что, ну, Гитлер бы поставил... И послужить первому Лжедмитрию. Да, послужить первому Лжедмитрию. А в конце концов, он оказывается спасителем Отечества. Да, да. Вот такой фильм, понимаете? И я бы еще, вот несколько слов, просто мне, просто так резонуло, понимаете, что уже сразу в голове другие мысли. Еще одна гадость в этом фильме, вот прямо она с самого начала идет. Вся Московия показана исключительно как грязь. Опять все по колено в грязи. Выезд царевны с царицей в карете с одним охранником по пол колена в грязи, там они выходят куда-то, идут там разбираться с какими-то зельями, понимаете? Ну, это просто муть какая-то полная. Ребятам, наверное, или неизвестно, что Москва с древних времен мастилась, что сейчас до сих пор эти мощения находят один за другим слоем, тем более по пути выезда царских особ. Если через несколько, что сохранилось в истории, вот допустим, боярья Морозова, которую мы будем рассматривать еще, помните, знаменитая Раскольница? Ее выезд сопровождался двустами слугами, понимаете? Накорите ее выезд Феодосией Морозовой. А что уж там говорить, какая бы, даже если они по тайному делу поехали, но такого быть не могло, да еще по колено в грязи, да вы что. Какие тайные дела, такого быть не могло в московских тюремах, никаких тайных дел женщины не имели, иметь не могли вообще. Ну могли, конечно, письма интриганские, но не до такой стихи. Меня эта грязь прямо возмутила. Это вам не тайны мадридского двора. Это не тайны мадридского двора. Мое личное мнение, я поделюсь с теми, кто нас слышит, поделюсь, потому что проверьте сами. Эта традиция показать древнюю Русь в грязи и в том, что народ темный, забитый и ужасный, она идет знаменитого нашего русофоба, режиссера Тарковского, Андрюши. А Андрей Рублев все в грязи. Андрей Рублев точно так же. Грязная, холодная. Ну это был другой смысл. Неуютная. Да, я согласен, Жень, но там был другой смысл. Там вот посмотрите, вот показывается грязь там, вот у Андрея Рублев в частности, а потом показывается великолепие собора, который светлый, сияющий, белый. Собор, да. Да, да, такой вот у него, народ, весь коверяется. Но я к тому, что это было, мне кажется, задачей там показать черное и белое, вот это был контраст. А здесь это пропаганда обыкновенная. Я бы с вами согласился. Но ведь и в Андрея Рублев идет наглая, противная фальсификация. Надо было вам упомянуть еще, когда мы об этом говорим. Я думаю, что это просто жертва стереотипов. Не, не, а посмотрите. А здесь вот сейчас, вот в Борисе Годунове, вот это уже пропаганда. То жертва стереотипов просто. Пропаганда. Я вам напомню, я вам напомню, вы, наверное, не помните. Один раз в Андрее Рублеве показана цветущая Русь. Яблони там в цвету, там деревья в цвету, весна, солнце, красота природная. Знаете, когда? Не помню. Там, ну я помню этот сюжет, где они идут по саду, поэтому... А, когда Едигей ворвался во Владимир и начал рубить русских. Вот в этот момент показана весна, цветущие сады. Вы думаете, что это не специально? Ну, может быть. Ну, а что тут такого? Прекрасная весна, Едигей убивает людей. В чем проблема? Вот. Ну, это просто показывается зло, которое даже весной идет. Ну, и когда Тарковский с Кончаловским, который тоже является автором этого фильма, перевернули полностью историческую правду и сделали предателем Юрия Звенигородского. А, ну это уже наоборот. Юрия Звенигородского сделали предателем, который привел Едигея на Русь, а Василия Первого сделали душкой и красавцем. Ну, это извините. Мы уже говорили о том, что Юрий Звенигородский, он даже сам Андрея Рублева патронировал, он его сам ввел, финансировал. Это был его человек, понимаете? Это был человек без страха и упрека. Рыцарь средневековый, о котором историки пишут только. Вот понимаете, и там фальсифицируют. Ну, это да. Это традиция, понимаете, это традиция кинематографа, который берет, а, у нас же великий Тарковский, вот мы с него пример возьмем и будем тоже нагло фальсифицировать историю, понимаете? Главное бы мелкое вранье, а так действительно наглое. Дело в том, что, Жень, не любое произведение искусства не может стопроцентно отражать реальность. Даже вот берем, допустим, картину, какая бы она прекрасная ни была, но все равно она в чем-то отличается от действительности. Не бывает такого. Также любая вещь, даже записанный текст, один написал, другой переписал, вот как у нас в соробрячестве, ошибки и прочее все остальное. А что говорить о кино? Всякого режиссера постоянно есть соблазн ввести какой-нибудь момент, который вышибет слезу, который будет за гранью добра и зла, который будет очень эффективным в пробуждении человеческих чувств. Они от этого не могут отказаться. Поэтому, к сожалению, иногда используют преувеличение, преуменьшение. Но самое скверное – это наглая фальсификация. Это уже да. Ладно, там кто споткнулся левой ногой, кто правой, но когда героя представляют предателем, а предателя выставляют героем, это уже наглая фальсификация. Вот о чем я и хочу сказать. И поэтому, вот смотрите, сегодня вот эти вот романофилы, или как их говорят еще царебожники сегодня, их даже сектой называют, они ничего разумного в голове нету, они ничего не хотят видеть. И надо познакомиться с Протопопом Оваку. И вот они представляют весь советский строй, как в виде тьмы и бешено на это злобой покрывают. А посмотрите советские исторические фильмы, там были такие наглые фальсификации, даже в сталинских фильмах. Вы можете, Александр Невский, назвать наглой фальсификацией? Да, там наворочено много лишнего. Ну это же не наглая фальсификация. Однако советские фильмы, может быть, даже не с таким наворочением фальсификации, но это такая пропаганда. Ну я не назову эти фильмы наглой фальсификацией. Нет, там нет исторических, действительно такой сильной уж исторической фальсификации, но пропаганда есть. Пропаганда есть. А более поздние фильмы, посмотрите, Демидовы, или Россия молодая про Петра Первого. Да, 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 конечно. Там разве есть наглая фальсификация? Там наоборот, вот Петра Первого выставили таким уж очень прям замечательным человеком, что просто глаз не оторвать, понимаете? На самом деле мы еще поговорим о нем. Да, мы еще доберемся. Мы еще доберемся до него, но посмотрите, царебожники, советский кинематограф прославлял историческую Россию, а вы сейчас говорите, что Советский Союз все только затоптал в грязь. Да я вас умоляю. Вот это мне хотелось сказать про современное кино. Спасибо. Хорошо, Жень, я очень с вами согласен во всем. И, кстати, могу сказать, что мы с вами авакумцы, протопоповцы авакумцы. А, спасибо. Потому что это, вот мы сейчас с вами затронем эту вещь, это у него, вот это вот, дух этот у него присутствует. А еще, извините, еще две минуточки. Другие фильмы, конечно, Софья про Софью, фильм про «Стену», про «Защиту Смоленска» Михаилом Борисовичем «Стену», значит, это тоже поставили, тоже омерзенные фальсификации там идут, понимаете. Просто смотреть противно. Ну, цель одна – прославить власть. И еще хочу сказать, есть многосерийный фильм «Раскол». Он вышел года четыре, наверное, назад, я его смотрел весь, и какой-то грязи там не видел. Фильм поставлен неплохо, но он поставлен без учета глубинных мотивов «Раскол». Он показывает поверхностные вещи. Я не смотрел, вы знаете, Жень, вот я ни один из этих фильмов, я не смотрел. Верю. У меня не хватает на них, потому что исторической действительности там нет, а развлекательного контента оно не несет. Мне интересно. И поэтому мне интересно, да. И когда начинаешь постоянно натыкаться на какие-то такие уж чрезмерные исторические оплошности, оно начинает напрягать, и эта лапшерезка, лапшерезка пропагандистская, она начинает вызывать жесткое неприятие. Ну, что поделаешь, такова судьба нынешнего такого исторического российского сериала. А знаете, что они еще сделали в этом фильме «Годуновы»? Они Льва Сапегу, вот этого вот великого канцлера Поршиша, поменяли местами с его двоюродным племянником Петром Сапегой. Петр? Кто он? Он был не канцлером, тот был канцлером? Ян Петр Сапега. Да, Ян. Это был просто бандит, который пришел. Тот был канцлер, а это был, ну как, естественно, когда ты имеешь в Москве или в Варшаве волосатую руку, которая тебя прикрывает, то можно заниматься грабежом. Если генерал поставлен из Москвы, то значит, он поставлен каким-то генерал-полковником. И если на него будет кто-то писать жалобы, то все эти жалобы будут приходить к нему. Естественно, когда этот обворовывал и грабежом занимался, все жалобы к Сапеге приходили. Да, да, да. И он всегда его, естественно, как к своему брату. Ну так вот здесь его показали Льва Сапегу, великого канцлера, что он штурмует троицерский монастырь. Хотя было все этим его братом совершалось. Не брат, а племянник там какой-то, да, не родственник. Да, получается двоюродного брата сына. Да, да, да. Понимаете? Такие вещи. Ну что ж, обращаясь к зрителям, хочу сказать, что это все было необходимость времени. Все эти вот события, о которых мы с вами рассказываем исторически, они имели под собой в первую очередь материальное обоснование, то есть это переход от Средневековья и Древней Руси к Руси централизованной царской власти, мощной централизованной царской власти, переход от раздробленности к царству, а затем уже при Петре Первом к империю, да, в империю. И все вот эти исторические события, в том числе и раскол, они имеют под собой реальное историческое обоснование, а главное, чисто необходимую в народе потребность, в истории потребность. Можно было, конечно, сделать выбор в одну сторону или в другую, но этот выбор всегда становился перед народом, перед боярством, перед самим царем, перед духовенством. То есть это не они создавали эту действительность, они жили в ней, в этой действительности, к ней приспосабливались, старались сделать это лучше, изменить это так, как бы было правильнее, каким казалось с точки зрения их сознания и ума. Поэтому это отнюдь не просто некое течение реки Нил, по которой плывут крокодилы вниз в Средиземное море, а это внутренние, глубинные, социологические проблемы в обществе. Это имеет с собой проистечение вот тот глубинный народный дух, о котором мы частенько забываем, его существование. Он существует даже сейчас. Родился наш сегодняшний герой в 1620 году, 25 ноября. Мы затронули одну сторону раскола тех, которые были зачинщиками реформ, теперь затронем тех, кто встал им в противовес противниками реформ. Так вот, главным историческим персонажем, запомнившимся на этом фоне, является Протопопа Вакум. Дело в том, что он не был организатором расколичества, он не был организатором противовеса патриарху Никону, противником патриарху Никону, нет. Это очень многогранная личность Протопопа Вакум, очень талантливая личность своего времени. Пожалуй, других таких его даже современников мы не найдем ему. Ну и кроме того, я честно скажу, что я вот так вот сидел и задумавшись глубоко над историческими процессами, вспоминал людей, которые бы оказали такое огромное влияние на нашу историю русскую. Я думаю, Вакум входит в десятку, может быть, даже в пятерку людей, которые очень круто повернули именно своей деятельностью. Не то, что они были причиной падения Тунгусского метеорита, нет. Но в этом русле происходивших исторически обусловленных событий он сыграл колоссальнейшую роль в истории России. Я раньше даже не задумывался над величиной и глубиной его таланта литературного. И только прикоснувшись серьезно к его трудам, а ему приписывают там около 43 различных грамот, книг, написаний и прочее всего остальное, я увидел его глубинный писательский талант. Если бы этот человек учился где-то в Европе, он был бы знаменитейшим писателем своего времени. Если бы он подался не в церковное русло, а в какую-то вот такую более научную деятельность, из него бы был прекраснейший ученый. Но ему не повезло. Родился он в поповской семье. Это большое несчастье для юноши, поверьте. Родиться в поповской семье – это огромнейшее горе. Потому что очень часто забиваются юношеские мозги религиозной пропагандой вместо нормального трезвого глядения на мир. И в них все оклеветывается. И Евангелие, и Христос, и даже можно вновь устроить суд над Галилеем. В общем, это, к сожалению, большая трагедия. Да еще вдобавок, ему еще больше не повезло. Потом он в своем житии пишет, что отец его любил горячительные напитки. То есть отец был пьяница. Ну и был такой сурового нрава мужик. Ну, правда, свою семью кормил. Вроде довольна была все хозяйство. Но Петр, отец его... Вы часто, знаете, Аввакуму приписывают фамилию Петров. Но это не Петров. Дело в том, что Аввакуму не было фамилии. Тогда попы не имели фамилии. Это уже с Екатерининских времен стали давать фамилии. А так был поп, протопоп, Аввакум, но по отцу Петров, сын Петра. И в 15-летнем возрасте, или даже нет, раньше, в 14-летнем возрасте, нет, в 15-летнем возрасте, отец умер его. И мать овдовела. Мать указала ему жениться на обедневшей... Было богатое такое семейство, но отец тоже, кузнец, по-моему, умер. И осталось, понимаете, что дочери на выданье из обедневшего семейства. И вот мать указала ему жениться на Анастасии Марковне. Настенька до Марковна до 14 лет. И вот 17-летний Аввакум женится на 14-летней вот этой вот Анастасии Марковне. Тогда это был порядок вещей такой. Причем показывает себя хорошим, добрым, любящим семьянином, да, очень любящим свою супругу, разумным, добрым в этом отношении, поскольку это был человек, любивший жизнь, поверьте мне. Вот. И отнюдь не такого, будем говорить, изуверского склада ума. Но вот эта поповская беда заложила в нем дух бесконечных замечаний и споров. Радикализма. Радикализма, да. Он всем, кому мог и не мог, делал замечания. Указывал. Указывал, да, как надо жить. И это было как бы не просто так, а еще подкреплялась святоотеческая литература и как бы в упрек от самого Бога, чуть ли они для Иисуса Христа, ставились, заметьте, замечания. Конечно, он подавлял всех своей начитанности. Да, это еще, будучи, даже это вот, даже будучи, он еще не был ни священником, еще никем, ничем не был. Но уже этот дух в нем процветал. Деревня интересная его, где он родился, Григорьева, Нижегородского уезда. Кстати, оттуда же, откуда все ополчение пошло. Оттуда же, из тех же землев. Так что все это связано, по сути, связано с смутой. Это продолжение, как бы внутренняя такая властная смута состоялась, а теперь настало время смуты духовной. И идеологической. Да, идеологической, религиозной смуты. Настало время религиозной смуты. Чем она стала проявляться? Тем, что стали люди сомневаться. Вот представьте себе, вот вы сидите и живете в мире, где вышел патриарх и показал налево. Все говорят, о-о-о, хорошо, правда. Показал направо. Все говорят, о-о, правда, все хорошо. А тут вдруг какой-то момент наступил. Вышел патриарх, показывает направо, а все смотрят налево. И никто направо смотреть не хочет. И вот началась эпоха сомнений. Сначала стали сомневаться книги, что-то не то, ошибки. Потом стали сомневаться в различных, как будем говорить, духовных, трезвой жизни некоторых духовных личностей. А потом, в конце концов, и сами авторитеты стали ставить под сомнение. И вот именно вот этим духом этого всего и был напитан на вакуум. Как его мать назвала, ласково, вакушка. Можно по его молодым делам, пока не ушли. Конечно, конечно, давайте. Он настолько был религиозно пропитан, что он настолько себя считал обязанным всем указывать, как ему нужно жить, что он в своих ближайших селах всех достал. Да, но это уже когда он стал священником. Ну да, да, да. А мы еще не дошли немножко. Давайте два шага и дойдем до этого. Не, вы расскажете сами. Я просто еще... Вот он еще совершенно юноша. Вот 17-летний юноша. Быстро, буквально в течение нескольких лет родились его несколько детей. Два сына старшего. Вот его, которые здесь прямо в этой деревне. Там такое интересное живописное место, пруд. Тот еще есть, где... На берегу которого находилась и даже, по сути дела, находится. Еще сохранилась эта деревня. И здесь же проявляется его юношеский талант к тому, чтобы уметь собирать всякого рода кружки. Даже здесь, в этой деревне, еще будучи совершенно юношей, он умудряется беседы... Устраивать всяческого рода духовные беседы. Задаванием вопросов священнослужителям, чтением различных книг и собиранием вокруг себя вот таких пытливых юношей, которые интересовались вопросами духовности. Духовности и не просто чисто такой отстраненной книжной, а на личном собственном опыте. Это и сподвигло его к тому, что он поехал в такой небольшой был городок Юрьев-Подольский и имел там, в этом городке, очень тесные связи с тамошним духовенством, которое, ну, где-то с 1640-го года, это в 20-летнем возрасте, всего лишь ему было 20 лет, его прониклось, его умением говорить красноречием. Он в любом своем слове показывал любовь к человеку, заботу и внимание. Либо там кого-то обличал, даже если кого-то обличал, то тоже старался по апостолу Павлу с любовью, и еще и сам себя называя грешником. Поэтому это выглядело не как какая-то жуткая ненависть, а выглядело в большей степени как некое заботливое врачевание. И только дураки воспринимали это как повод к мордобою, то есть, если мне не нравится, то получи прямо в улыбку. А здесь многие, которые были с умом, действительно обращали внимание, что он говорит правильные вещи, и кое-где надо кое-чего подправить, чтобы было правильно. И вот в 1642 году, всего через два года, он в этом Юрии Подольском, то есть, он рекомендован Нижегородскому митрополиту, и уже дьякон. То есть, 22 года, это невероятнейшая вещь, это по канонам не полагается. То есть, он даже, по сути дела, должен был быть позже. Там, не помню, по-моему, дьяконом можно только в 25 лет стать, а священником в 30. То есть, а он в 22 года уже дьякон. Ну, и уже вот, когда ему 25 лет, там, в 644-45 становится попом. Он очень быстро пошел по карьерной лестнице, и уже в 45 году, по сути дела, он протопоп главного храма в Юрии Подольском. Это целый собор, и он уже получил, ну, как будем говорить, над всей паствой полную власть. То есть, это настоятель этого Подольского собора. И вот здесь именно начинается вот тот момент, который вы сказали. Скажите, скажите, Жень. Ну, просто по соседним селам, конечно, люди же разные. Начал он с попов сначала. Наверное. Я про что хотел сказать. Я читал, когда про уничтожение вот этих вот русских старинных обрядов. Да, да, да. Вот эти вот сескомарошества, там, и так далее. Ну, люди любили веселиться на Руси, понимаете? Они веселятся, а он приходит их, начинает проклинать. Нигде, это все сатанинское дело. Ну, вот такое вот. И было до того, что ему даже, извините, морду били. Били. И с попами он настолько разругался, постоянно читая им нотации, ибо он считал нужным соблюдение всех фарисейских мелочей. Как Никон бабахнулся с одной стороны, вот справка этих греческих книг до мелочей, и с любовью к грекам, вот это грекофильством этим странным, так этот наоборот ударился в книжное фарисейство по соблюдению древних вот этих бесконечных предписаний и обрядов, которые крайне утягощали жизнь народа. Не выпить, не поесть, не присесть, не прилищать, только молиться и часослов. Ну, естественно, это никто не мог выдержать такого. И когда он понуждал людей вот этому чрезмерному аскетизму, его просто били. Били его. И били его изрядно так, что даже в 1651 году, всего лишь через 5 лет, 5 лет он его терпели, ему пришлось просто бежать в Москву. Потому что это грозило даже тем, ну, не знаю, где-нибудь, может быть, придушили. Ну, нет, убить-то не убили бы, но зубы повыбивали бы, как у нас на Руси принято было там. Еще что-нибудь могли сломать. А мужик, он был очень крепкий. Это был очень крепкий мужик. Так что бить его надо было бы очень долго. Он, наверное, из дачи давал, поэтому все это было... Народ хоть и били, но боялись, что убивать священника. Тем более священник, да. Тем более священник. По тем временам, конечно. Да, и за чрезмерную его ревность его, конечно, убивали, но мужик был крепкий. Он, ну, в действительности, был очень здорового духа мужик. Да, да. И вот он, как он пишет свой переезд вот этот в Москву, описывает его о том, что приснился ему сон, в котором видел он, как по реке плывет два золотых корабля, украшенных золотом. И в нем плыли его духовные наставники Павел, по-моему, и Федор. Его... Это, наверное, священники, которые были в его юности, которые его духовно наставляли. И вот он видел эти корабли удивительные, что они вот как бы Богу в Царство... Они же почили эти люди в Богу Царство Небесное принимаются. А он же возмущался тем, что на исповеди пришла к нему девица молодая, повинная в разных блудных делах и прочих всяких. Я не буду сейчас перечислять, а то там интересные слова всякие такие есть. Вот. Они, которые привлекают телезрителей часто. И вот, как говорит, слушал я ее, слушал, и пришел бес и взял меня вместе с моею плотью. И не знал я, что делать. Чем больше она рассказывала, тем больше мне возгоралось во мне. Да, да, да. Тем более человек семейный и прочая вся эта брань возгоралась. Когда, говорит, она ушла, я взял, зажег, прилепил к аналою три свящи, поднял над ними правую руку и жег ее до тех пор, пока... Да, бес не ушел. Пока мне не стало так больно, что успокоился я. И, в общем, тогда сложил ризы и пошел домой и стал Богу молиться, что что такое за испытание мне. И приснился вот этот сон. И третий сруб плывет. Что мне делать, Господи? И третий сруб плывет. Весь не золотом украшен, а расписной. И по черну, и из серева, и даже розовый, красный, белый, черного много. Весь изкрашенный он. И я спросил, боюсь, плывет прямо на меня, сейчас задавит. И я спросил, чей же сруб ему говорят? Твой. И вот бери свою семью и плыви на нем. И вот действительно в жизни ему оказалось и серого много, и черного, и красного, и всего. Вот как вот этот сруб, который он видел, вернее, этот корабль, который он видел, который на него... Еще пару слов к психологическому портрету. Можно? Конечно. Пару слов к психологическому портрету. Правда, я не знаю, в каком времени его служение это относится. То ли к этому Юрию Подольске, то ли уже в Москве. Но сохранилось документы, абсолютно точно историки их исследовали. И такие интересные документы. Ведь священство, раньше они были обложены обязанностями сдавать деньги, которые там приходили люди на Мариин, и так далее. Это было все законно, все. А вот все, что свыше, там, венчание каких-то непонятных людей, которые там, двоеженцы, там, крещение незаконно рожденных, и так далее. Там много было всяких дел. То есть, люди приходили к священникам, чтобы узаконить какие-то странные вещи, духовные проблемы. И за это переплачивали деньги. Вот это вот священники, конечно, в свой карман все складывали. И очень неплохо из-за этого жили. Так вот, сохранилась полная отчетность о вакууме, что он вот эти сверхдоходы, смотрите, он не идеальный, он тоже крестил незаконно рожденных, он не идеальный. Но у него полная отчетность, полушечки там, да это самое, он все это сдавал в казну. Понимаете? Ну, все это. Вором не был, тать не был. Это вот к его психологии, вот его к портрету вот тоже стрих такой. Это нельзя его упрекнуть в том, что он, например, сам заставлял людей поститься, а сам жрал там на пасту колбасу. Нет, он в действительности выполнял вот эти требования. То есть, это, если сказать, для людей религиозных это духовность, а если взглянуть с здравомыслящей точки зрения, то она граничит с фанатизмом. Это фанатизм, который, я очень сомневаюсь, что это надо Господу и Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. Вот этот вот экспериментаторский полигон по поводу борьбы со страстями и похотьми до сжигания рук на свечку. Самое страшное, что сегодня их появляется, этих фанатиков. Да, но это сейчас не такие фанатики. Сейчас они просто кричат, а потом жрут в туалете колбасу ночью. У нас были такие в семинаре. Вот, значит, что, бежав в Москву, он бежал не просто так. Дело в том, что те юноши, с которыми он и в Нижнем Новгороде общался и прочее, разнесли о нем кое-какую славу. И он стал ведом духовнику, царя, Стефану, протопопу, Стефану. Стал известен. И он, это настолько был красноречивый человек, что даже царю он стал ведом. То есть, где-то в какой-то проповеди, где-то что-то царь слышал его. Через Ванифану. Да, да, через духовника этого. И царь его услыхал, и он царю запал в сердце. В чем-то была царская слабость. Видимо, царь не был такой красноречивый человек. Обычно люди поражаются чьим-то другим умением, чего сами не умеют. Например, вот там кто-то очень красиво играет. Ох, какой красивый, музыкант хороший, художник. А здесь Аввакум задел царское сердце словом. И это потом сыгралось на всей жизни Аввакума. И Алексей Михайлович его правым глазом присмотрел. Так же, как и Никона. так же, как и Никона. И вот тут именно и создается где-то в 1651 году вот этот кружок благочестия, ревнителей благочестия, книжных ревнителей благочестия. И туда входили многие, не будем всех перечислять, но в этот момент там же был еще Иоанн Неронов, который был настоятелем Казанского собора, и жил он у него. То есть, бежавший в Москву Аввакум жил у Неронова. То есть, он его приютил у себя на дому на хозяйстве. И кружок стал разрастаться. Туда вошли многие, и вдобавок еще и Никон сам, и царь, и царь даже был в этом кружке ревнителей благочестия. Я Аввакум там занимал в лидирующие позиции. И когда в 1652 году умер патриарх Иосиф, написано, «И собрались мы, помоляяся, кто будет, дабы Господь сам управил и дал хорошего человека на патриаршество». И все, моляся, избрали Стефана, вот этого Ванифатьева, да, Стефана, Стефана, Ванифатьева, Избрали его, но Бог, Бог, да, не услышал их молитв, видимо, или проигнорировал их моление, либо разум помрачил этому Стефану, потому что, мне кажется, если бы Стефан стал патриархом, ничего бы не было, было бы совсем все по-другому. Но он отказался. Да, но он сказал, нет, и указал на Никона, видно, Духом Святым, указал на Никона, и Никон почувствовал, что он уже не просто тебе митрополит какой-то там новгородский, архангельский этот соловецкий илумен, уже привез мощи Филиппа, все он почувствовал, что уже власть. И тут интересные, примечательные оставшиеся слова Аввакума. И приехав змей поганый, с лестью и здраво, и целованием приветствуя нас, но уже зная, что скоро будет патриархом, и дабы какой не вышло помехи делу всему. Но и говорит, и видно стало это тем, что как только возвели его на трон, то даже в палаты крестовые пускать никого из друзей не велел. Тут и здраво и обнимался, и целовался, а тут до свидания, и всех даже на порог никого не пускать. Аввакум, видя все это, попросился в книжную справу. Иосиф устроил книжную справу, по греческим древним текстам правили книги. А Никон тут же пригласил Арсения грека, он не грек, он просто знал греческий язык, а был поляк, который должен был, за то, что он знал греческий язык, править русские книги с итальянских перепечаток. Знаете, как его фамилия была? Грек, нет? Арсений Сатановский. А, Сатановский, точно. Точно, 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 точно. Я почему-то... Но сохранилось вот прозвище грек, то, что знал греческий язык. И он стал с переводов итальянских, с перепечаток униатских, то есть уже после Валентийской унии с этих перепечаток это вызвало у вакуума такую гнева и возмущения, что полетели первые его челобитные. А он был злой, а вакуумный язык. И там досталось всем, кому понемножку, а этим всем всяким сатановским побольше. И что вызвало у Алексея Михайловича сначала первый вот этот шок, первые сомнения, поскольку он и сам не мог понять, что происходит, и эти челобитные вроде бы действовали против реформы. И поношение Никона и по сути дела власти ему не понравилось очень сильно Алексею Михайловичу. И он решил его с глаз долой и сердце вон в Товольске. В 1653 году это как раз время присоединения Украины. То есть такие большие проблемы, все, и тут еще Аввакум скачет. И в общем Аввакума решили убрать с его челобитными и идеями держаться старого обряда двойпесня. Это как раз когда произошло? В 1553 году Никон разослал по всем церквям бумагу, что крестится теперь тремя перестанет. Даже без собора поторопился. Ему была такая первая выходка, которую даже пришлось потом одернуть. И началось это большое смущение. И больше всех возмущался Аввакум. И все. Значит, его в Тобольск. Но этого оказалось мало. Тут на поверку вылезло, что у Никона не просто, но как бы нет базы для исторических этих изменений, кроме как пеняния на греков, которых никто не уважал за их флорентийскую уровню. Но у них не было базы, как спорить с Аввакумом. Аввакум стоял за свое, отеческое, сотни лет простоявшее православие. А мура эта итальянско-греческая для людей была совершенно непонятна. И поэтому доводы Аввакума звучали как набат церковный. Как молотом гвоздил. Да, да. А доводы Никона как скрежет по унитазу. Его никто особо серьезно не воспринимал. Только боярская верхушка архиерейская, которая провластную систему всегда поддерживала. И возмущенный Никон, Аввакум с Тобольска начинает писать всякие письки, да челобитные, да какие-то... Вышла книга его книга толкования, книга обличений вышла, в которой он там от сотворения мира все грехи Никону приписывал, там чуть не проклиная его и прочее. И это с таким талантом, но кто чувствует только вижу я Казима хочет быть и сердце озябло и ноги задрожали. Талант какой у человека, да. И вот этот еще с фанатизмом объединенный... Писал бы как Пушкин стихи, было бы хорошо, а объединенный с фанатизмом он полностью окунулся в эту религиозную войну. И Никон не может этим... Приходит каждый день оба, берестяная грамота там оба, хоба, следующая челобитная очередная шедевр. Они даже писать так не могли, не говорить писать так не могли. И Аввакум стал литературным героем. Везде по всему переписывалось и разошлись по всей Руси эти бумаги, которые он посылал. И его доводы воспринимались очень серьезно. Дело в том, что не секрет, что это прямо все ученые говорят, что очень многие сомневались в новых обрядах. Приблизительно от 25 до 30 процентов всего народа, может и больше. Но чисто историки приводят конкретно, они прямо отказались от этого. То есть воспринималось как ересь и 30 процентов населения страны не 2, не 3, не 5, а 3 часть была активно уверена, что это приближение конца света. Что это время Антихристова. И нужно вот еще несколько лет выстоять, и придет Господь наш Иисус Христос, и возьмет этого лжепророка Никона Влад, а Антихриста Алексея Михайловича в Гиену Огненную, и всех их там в капусту, и будет настанет Царство Небесное. И тогда они решили его в Тиму Тараканов отправить, сначала отправили его на Енисей, а потом за Байкал, Даурию, захалатывать Даурию. Там, где был Манжури, там, где был этот самый губернатор, губернатор, Пасинов, Пасинов, Пасиков, Пасиков, Пасинов, или Пасевин, да, что-то такое, был губернатор, такое, что-то с сельским хозяйством связанное, не помню точно его фамилию, и тут же он, прибыв туда, протопопа, вакуум, начинает находить недостатки в работе губернатора, за что нещадно бием по мордам самим губернатором сначала, а по приезду в Забайкалье бит кнутом 72 раза, хотя, по сути дела, наказывать духовенство нельзя было так, но этот губернатор знает, что пока слуги из Забайкалья дойдут до Москвы, то уже или царь умрет, или законодательство изменится, или еще что-то, путешествие три года продолжалось, в Сибири проще, да, три года продолжалось это путешествие, завоеванием Даурии, и то же самое время Авакум показывает себя прекрасным хозяйственником, он строит, он работает, он руководит разными там срубами, он прекрасный плотник, он умеет делать работу, действительно такую, но с другой точки зрения он постоянно обличает всех и вся вокруг, за что его нещадно бьют. Смотрите, он вошел в конфликт с властью. Да, он уже вошел в конфликт с властью, еще в Москве, с высшей властью, еще ранее скажу вам, это еще раньше до этого, еще во времена, когда он был до бегства в Москву, он своим семейством случайно встретился с этим, с боярином, по-моему, большим тоже, чиновшим, Пашков, и тоже начал ему, тот поругался с ним в споре, и тот ему благословил сына, просил благословить своего сына, и когда тот отказался благословить сына, так они его выкинули в репу с корабля, и он чудом выплыл, чуть не утонув, этот, авакуум, еле выплыл, а это уже здесь он приехал к губернатору, начинаются разговоры о том, что он неправильно поступает, это новый конфликт. А еще один стрижок к портрету можно? Конечно, конечно, вот эти вот ребята, которые его, казаки даурские, видимо, ходили этими кнутами, помните? Ну, видимо, он с ними-то, конечно, с ними не дружил, но тем не менее, вот, какие-то отношения-то были, и вот этот Исаул, когда сотник пошел в тайгу, там, по каким-то делам, ну, может, каторжник там ловить, там у них же были какие-то? Конечно, конечно, там очень много было проблем. Алакуль пишет, и помолился я, чтоб не вернулись они. Вот так вот молитва какая. Вот это штрих портретов. Да, да, это штрих портретов. Кстати, голод и лишения были такие, наряду со всеми он нес, что его два старших сына умерли за Байкаль. Кстати, и Поповна была там его, и все, и она пишет, и говорит, бредет она за мной, везут меня там на санях, а придет она в цепях, обредет она за мной, протопоповна Настасья Марковна, и идет, и от скользоты падает. И раз упал, и другой, и третий, а тут и шел человек какой за ней, споткнулся и упал, и придавил ее, говорит, прости меня, госпожа моя, не хотел, а она говорит, да совсем задавил ты меня. Вот, и вот это описывает, настолько литературно, красиво описывается. Лишение страшное. Умерли два старших его сына. Свету несколько страшное лишение. И вот 10 лет, продолжалась эта эпопея, с этим даурским завоеванием. И только в 1663 году, по распоряжению Алексея Михайловича, он возвращается в Москву. Почему? Потому что к этому времени попал Никон в Апалу. И нужен был враг Никона, который бы сказал, оба, помолился я, и змея Никона, да, низвергли. Это как поп Елизар писал, что увидел, что Никона, который у змей на шее сидел. Вот. И вернувшись, где-то год продолжалось торжество вакуума. Все печальники и сожалевшие о нем принимали его с великою радостью. Во всех домах он был, служил, благословлял, причащал, и молясь, воеперстием всем там проповедовал веру праведную русскую. Но оказалось в течение года, что отнюдь к этому времени Никон уже не занимал в голове Аввакума столь важного места. И никаким уже врагом Никону к тому времени Аввакум совершенно не был. А к этому времени он стал врагом власти. Он стал врагом власти самому царю. И вот здесь вот нам следует с вами задуматься какова здесь причина этого. Это ведь не просто Аввакум. Это дух народа в нем говорит. Дело в том, что Романовы стали жутко зажимать народ. Здесь встречаются две эпохи. Эпоха старой Руси и вот этой новой централизованной царской Руси. И переход происходит очень болезненно. Его начал Иван Грозный. Потом при Борисе Годунове смута прошла. А теперь централизация это должна была и духовную смуту устроить. Духовное не могло без церковного вот этого разбирательства это произойти. И я думаю, что Никон выступил просто как спусковой крючок этого механизма. Вот выстрел это все. Его использовали для этого, да. А Аввакум стал выразителем народного страдания и народных сопротивления народного. Потому что людей и раньше за людей не считали, а сейчас все попали в крепостное рабство и вдобавок еще и они стали просто государственным ресурсом. Ресурсом для обработки земли, для уплаты налогов. И вот это противодействие народа оно выразилось нашло свое возглавителя своего вождя в Аввакуме. Абсолютно точно. Маленький еще штрих. Вы правильно сказали. Но Иван Грозный и Годунов и Федор Иванович и Годунов и они же созывали земские соборы с привлечением народа, крестьян, крестьян и только романовы. А здесь еще с полным упразднением участия народов. народов. Они в 32-м году отменили участие в соборы представителей крестьянства. То есть народа. А потом в 49-м году соборными уложениями придавили этот народ в крепостное рабство. Вот в чем. Это и стало почему Никон стал таким ненавистным народу, а Аввакум стал так любим народом. Благодаря своему величайшему литературному таланту он вошел в историю и несомненно именно его вот эти письма явились тем, что мы запомнили его. Он не был создателем, как там, я не знаю, например, Курчатов ракету создал и мы полетели в космос. Нет, он не был, но он запомнился именно тем, что он писал такие удивительные слова, которые доходили до сердца страдающего народа. предкича Владимира Ильича Ленина. Да, вы, совершенно вы, я только, я хотел только сказать, я, знаете, а я хотел иначе сказать. Владимир Ильич Ленин написал 50 томов и еще два тома писем, а Аввакум 43 произведения духовных, которые такие же остры на язычок, как у Владимира Ильича Я задумал эту фразу, но немножечко чуть-чуть раньше меня предвосхитили. Ничего страшного. Что-то там за народ какой-то у нас это дрова колет. А соседи, бывают. Не обижайтесь. Ну, и царь, когда понял, что тебе и здрасте, и ничего не будет этого кума, он стал его приглашать, он стал ему обещать там всякие царства мира, кисельные реки, мелочные реки, кисельные берега, потом подворье, в Кремле. Да, но это было все бесполезно, потому что он считал, что ему предлагают продать Христа, Иисуса Христа продать, и поэтому он был крайне против этого всего дела. И ничего не получилось, и тогда, но Алексей Михайлович даже вот при таком жутком поведении вакуума очень, вот эта сердечная слабость питаемая к вакууму пожалела его, и он отправил его в ссылку в мизинь. И до 1966 года, два года, полтора года он вакуум прожил в мизине. И все это время Алексей Михайлович посылал к нему людей с просьбой принять реформу. То есть получалось, что борясь с реформой уже боролся не с Никоном, а боролся с царством московским вакуум. Он даже, может, сам этого не осознавал, но по сути дела я бы хотел сказать здесь, что вот истинным авакуум выступает здесь истинным патриотом, настоящим патриотом отечества, старины там и прочее всего остального. И народа. Да, и народа. А вот эти все Алексей Михайлович, который поддался грекофильству, что-то полюбил там греков и греческие книжки и Никон и все, они квасные патриоты. Вот такие, как наши сейчас, которые миллиардеры, которые там ездят на Бентли и владеют нефтяными компаниями и потом начинают указывать русскому народу, как ему жить и какова должна быть его духовность. Да еще принимают всякие идиотские законы, которые выполнять народ заставляет. Вообще не объясняет совершенно какую-нибудь фигню типа там вот оскорбление власти. То есть мало что они хотят грабить нас и сидеть на нашем горбу, так еще и рот не открой. Ничего не скажи. Потому что если что сказал, закон нарушен. А чего? Я вообще считаю, что законы должны быть народу всегда логически объяснены. Вот должен появиться там, не знаю, Медведев, например, и сказать, что он принимает этот закон по таким, по таким, по таким причинам. Да нифига он не объяснит. Потому что как патриарху Никону, перед протопопом Аввакумом кто-нибудь выйдет там, скажет пару слов, и Медведеву придется покраснеть и сказать, что денег нет, но вы держитесь. И все на этом кончится. Поэтому принимаются законы в угоду их интересам, но ничуть не объясняется. Почему? Логически не объясняется. Один в один соборные уложения. Да, соборные уложения. Там то же самое. За то, что язык свой где-то повернул, тебе в глотку зальют железо расслабленное или отрежут этот язык и забьют тебя батагами. Вот. Только вяхни. Или царю не так поднеси. Вообще, царю ни к боярам не имел в народ права по соборному уложению обращаться. Даже подходить не имел. Даже подходить, если только за попытку могли тебя казнить сразу. Быи два. Вот это сегодня как раз продолжение этих законов Да, да, да. Причем в абсолютной форме в той же самой. Почему они и любят Романовых-то этих? Ну, вот потому что они такие законы принимали. Да. Ну, и вот вся эта эпопея не могла просто так закончиться и с Никоном надо было разобраться и в 1666 году собирается собор по сути дела против Никона. Приехали восточные патриархи чтобы придать вес этой всей реформе. Надо было как-то с этой мутью всей разбираться. Можно? Можно. Обратите внимание что Никоновская церковь вот эта вот новая церковь И Божия и сожрала первая. Стоит на вот те, кто говорит что там бесы, коммунисты там сатанисты Никоновская церковь стоит на Арсении Сатановском и на соборе 1666 года. Вот это тем кто очень верит в мистификацию. В Сатановском соборе. Вот И значит что произошло? А произошла такая неприятная вещь ну подумали подумали раз Никона давим то давай одним махом и с Аввакумом разберемся. Но Никона давили просто из-за того что он царет царя достал с вечными своими выходками поставлением его на колени там он любил царем помыкать когда его упрашивали стать патриархом он заставил царя вместе со всеми боярами встать на колени уговаривать его что он стал патриархом. Ну в общем этот царю надоело Никон надоел и разобраться с Никоном он задумал разобраться и с Аввакумом почему? Потому что раскол в народе продолжался для людей срубов десятки тысяч были сожжены убиты и прочее все остальное ему как-то хотелось вот это все прекратить и думали что за компанию одним махом семерых побивахом но вышло совсем не так вышло вообще очень странно все вышло Аввакум оказался даже после своих 10 лет вот этой даурской ссылки еще более подкованный жизненным опытом и как начал он на соборе разносить всю эту мутаракань в пух и прах спорил то у нас обрядах и греческие патриархи не могли здесь проявить никакого особого богословия потому что еще патриарх Паисий писал что в догматах единообразие а в требах не имеет значения различия могут быть и им не хватало богословской совести спорить с Аввакумом потому что он был прав да и может и знание но все равно там были хорошие богословы приехавшие те два патриарха они вообще были никакие никто да но там были приехавшие с ними всякие кто описывал эту историю событий люди грамотные и они говорят о том что спорить было не о чем потому что ну какая разница как креститься двумя пальцами или тремя не было этого не было сути спора не было и получалось блин что Аввакум прав и что его вот это десять лет трясли и все это было неправильно и все это было нельзя и не нужно было этого делать и в общем и знали уже что и делать там день прошел собор второй сместили Никона лишили патриаршества его все это там и думали что же делать с Аввакумом Аввакум все больше когда он видел что ему никто ничего он еще больше расходился да начались еще поддерживать там куча народу его поддерживать и он еще больше и больше выступал и кончилось это все дело тем что с Аввакумом решили просто расправиться его надо было куда-то убрать потому что иначе он не давал покоя московскому царству ну и что и собравшись дружно написали ему там анафемы и многие проклятия расстрелили его лишились сана и прокляли нифига он залез на огонь поднял руку с двумя перстами и проклял тут же всех их прямо там же анафемы их поверг всех этих самых присутствовавших там архиереев архиереев они значит повергли проклятию почитателей древних книг вот так вот аккуратно не так все проклинали что они попадя а не то что там староверов или что а только вот древних книг а они его в ответ а он их архиерею всех проклял в общем ни христиан ни веру ничего а именно епископов за их вот это соборная наглость с гидриархами проклял их между прочим это очень такое эпохальное событие между прочим которое выжилось потом исторически в такие вещи конечно взаимное проклятие абсолютно верно нет это уже было оно созрело уже это проклятие Жень оно уже это просто сказали это слово просто практически это от народа да он от имени народа проклял вот это все народ возненавидел власть, первый раз к царям такое отношение, народ увидел, что не всякая власть от Бога, и что могут быть очень нехорошие люди. И Аввакум высказал это. Вот этот народ, который не имел права к боярам подходить, этот народ, который бытло должно было обрабатывать землю и кормить вот этих всех богатеев, этот народ высказался в Аввакуме, в словах Аввакума, причем так ярко, задорно и с талантом, русским таким талантом словесно. И поэтому, конечно, Алексей Михайлович в глубине души понимал, что это, как говорил Винни-Пух, жужужу неспроста. Все это имело очень глубокие и серьезные корни. Ну и, естественно, прокляв его сослали его в Пустозерск знаменитый, но не сослали его ни одного. Если вы думаете, что в центре было Аввакума, там было полно кого проклянули. Там был протопоп Никифор, протопоп Лазарь, это соборные протопопы, там был дьякон Епифаний, там была куча народу, их были тысячи. И запомнился Аввакум только вот именно благодаря своему вот этому таланту. Ну и вождь. Это дело чем? Что выкопали два сруба, один внутренний, другой внешний, да еще поставили. Это все пишет Аввакум. Выкопали яму, которую первые сделали, первый сруб, а вторым огородили и вокруг забором обнесли, да с четырьмя замками. А в нижнем срубе достала вода собираться, и ходим мы тут только по коленам грязи. Одежды никакой на нас нет, ибо гниет все. И так голыми мы ходим, на нас только гайтаны с крестами и длинные бороды наши повыраставшие, ибо одежду носить невозможно, все гниет. И вот в этом срубе он прожил 14 лет. Представляете, какое здоровье мужик. Вот попробуйте сейчас, выкопайте яму себе в огороде, чтобы по коленам в ней стояла вода. И посидите там неделю в нем на хлебе и в воде, что вам дырочку в окошко просовывают. Посидите, посмотрим, сможет ли потом вас вылечить областная больница. Или центр Мишалкина. Вылечитесь вы или нет. 14 лет мужик просидел в гентом срубе. И слал свои послания. И слал, писал свои послания беспрерывно. Тысячи и тысячи грамот, которые он рассылал по всей Руси. Рассылал, рассылал, рассылал. Но про него немножко забыли, когда умер Алексей Михайлович. Стрельцы, которые его охраняли, ведь кто эти послания это передавал? Это передавали стрельцы, которые его охраняли. Сочувствовали. Одни передают, их меняют. Другие передают. А, кстати. Их меняют, наказывают. Дети приходят, опять передают. Интереснейший момент. Сочувствующих было так много, что его любимый чадо и дети умудрялись ему в Пустозерск молиму передавать, которую он очень и очень любил, как описание есть. То есть, передавали бумагу, передавали всякие перья и чернила, и он писал грамоты, обличая вот это антихристовые времена. Но по нему немножко забыли, почему 14 лет и все продолжалось. Потому что умер Алексей Михайлович, и так было все смутно, пришел Федор. И Никон умер, и Алексей Михайлович. Да, да. Ну, Никон уже мог... Ну, они вместе. Да, он был там в заточении, в измании. Потом, кстати, прошло некоторое время, его опять посмертно вернули. Вернули в Патриархию посмертно. Да, у нас это для смеху только. То есть, Господь наш Иисус Христос тут ни при чем. Ну, хотели, был там Никон, нет. Ну, а вдруг там Христос уже какой-то другой суд вынес. Он же умер уже, Никон там. А мы тут на земле себе стоим. Да пофиг нам там небесная иерархия. Что-то мы все равно умнее. Нам так надо, идите все в пень с вашей исторической справедливостью. И сидел там, значит, он с этими протопопами и дьяконами 14 лет. Но Алексей Михайлович опять проявил сердечную мягкость к Аввакуму. Ибо Епифанию, нет, Лазарю и Никифору урезали языки и пальцы отрубили. А Аввакума никто не стал трогать. По его ходатайству. То есть, он сказал не трогать, и все, и Аввакума не рубили. И он, даже возмущаясь, холодовку объявил, что же братьев моих казнят, а меня нет. И только по просьбам, он там дней 10 вообще ничего не ел, только по их просьбам он стал, вот этих самых, которые отрубленные руки, они его стали кормить. Вот и с отрубленными руками, с выриненными языками, они жили в этом срубе 14 лет. И не умирали. Представляете, вот здоровье человеческое. Ну да, кто выжил, детство прожил. Это были крепкие люди в те времена. И не умер от тюмы. И только при Федоре Алексеевиче закончилась эта эпопея. Ну, как бы земной вариант этой эпопеи закончился. Почему? В 1682 году на крещение Господне, которое было тогда 6 января, ибо это по старому стилю, сейчас 19, а то по старому 6 было, а Рождество 25 декабря получалось, по юлианскому календарю. А сейчас переместилось по григорианскому, получилось 7 и 19. было огромное стечение народу на Соборной площади в Кремле. Это между Архангельским, Успенским собором, у меня Микола Корлина и Ивана Великого. И она храмом Иоанна Лестичника. И было огромное стечение народу, была огромнейшая служба. И вот некто, Гришко, Гришко, какой-то Шапков или что-то такое, Гришко, залез на колокольню Ивана Великого и оттуда начал разбрасывать листовки. Ну, ленинские гриви. Я был поражен. И оттуда начал разбрасывать листовки. В коих было написано «Пасквили». «Пасквили Аввакума», да на царя, да на безбожную власть, да на проклятых архиереев. И, по сути дела, это был первый политический памфлет. И на нового патриарха Иосифа. И на нового патриарха Иосифа. Ну, естественно, как всю систему, на всю систему вообще. И более того, там были первые политические карикатуры, которые обличали, что вот тут музники сидят в остроге, там нарисовано было, а вокруг довольные морды бояр жирные. Тут мучаются мученики, а тут и ты сам. Такая была карикатура, что вот эти зажрались, а эти страдальцы. И это все кидалось тысячами с этой колокольни вниз и расхватывалось народом. И, конечно, читал мало кто, но это привело к тому, что все стали кучковаться, кто умел читать. Вот получилось так, один умел читать, и вокруг него сто человек. И поднялась целая народная буча и восстание по поводу вот этого именно старообрядческого раскола, и все. И тут власть поняла, что пора кончать с Аввакумом, потому что Аввакум из этого острога не только не отупел, а еще вдобавок придумал листовки и с карикатурами на власть. Этого, конечно, никто допустить не мог. Вы представляете, какая талантливейшая личность и методика Великой Октябрьской революции. Если вы возьмете карикатуры вот этого периода, вы увидите все завалено карикатурами на царскую власть. Но самое страшное, то, что написала Аввакум в этом памфлете, и сейчас нынешняя власть забыла об этом всем совершенно, там знаете, что было написано? Что царь такой же простой человек, как и все. И, следовательно, над ним можно смеяться, и его можно порицать. А принимают законы об оскоролении власти только идиоты. И это еще вот надо им. Наша Дума не умеет, истории не знает, а надо бы им почитать труды и политические листовки про Топопао Вакума. И мы знаем с вами, чем это все кончилось в 1917 году. А эти нынешние, наверное, думают, что с ними будет по-другому, что не будет того, что было. Не хотят учить историю, и поэтому она, к сожалению, имеет свойство повторяться. Она проходит кругом, возвращается на круги своя. И для того, чтобы этого не было, необходимо очень серьезно взглянуть на Протопопао Вакума и раскол вот эту духовную смуту, положившую начало таким серьезным историческим процессом в нашей истории, который мы еще не только не осмыслили до конца, но еще и расхлебывать будем, мне кажется, очень-очень долгий период времени. Вот такую роль сыграл в нашей истории Протопопа Вакума. Кстати, вот я книгу «Беседа» написал основную, книгу «Толкование», книгу «Обличение» и «Житие свое», «Житие Протопопа Вакума». Ну как не «Житие», «Жизнь» просто. Не в том смысле, что «Житие святых», а просто «Жизнеописание», как там, не знаю, «История Нерона», например. И поэтому еще тысячи-тысячи разных посланий и грамот, и даже вплоть до политических конфликтов. Даже одна картинка сохранилась. Он разный рисовал, а вот эта одна карикатура даже дошла до нас, сохранилась. Вот эти берестяные грамоты. Поэтому я хотел бы очень вас еще вновь и вновь призвать к здравомыслию и к очень трезвому взгляду на нашу историю. Все эти люди, оскорбленные властью и презренные властью, возненавидели ее и затаились. И то, что произошло в 1917 году, это плод столетних обид и оскорблений. Это плод царского произвола, глупости и безграмотности. Поэтому, чтобы нам опять не переживать кровавые гражданские войны и не переживать нестроение в нашей истории, призываю, вот почитайте протопопаву Акума, посмотрите, будьте внимательны и здравомыслящи. И тогда, я надеюсь, от будущих возможных ошибок нас, это поможет нам это сохранить. власть, которая топчет таяние народа, это уже обречена на его ненависть, на возможные бунты, на возможное свое смещение и даже уничтожение, как Николай. Так и было, так и есть. Это вот ненависть, порожденная Алексеем Михайловичем, закончилась на Николае II. Я думаю, на этом нам захочется. Да, мы сегодня закругляемся, а дальше будем продолжать других деятелей раскола. Немножко еще помянем. Потрясающе распространство. Благодарим всех вас. Всего самого доброго. Сегодня день иконы Божьей Матери Троиручицы. Дай Бог всем ее моей благодатью и молитвами Божьей помощи. Спасибо, Господи. Игорь Негода.